Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать в вечерние посиделки в 151 убежище. Это будет не совсем выпуск, это скорее не выпуск, это скорее будет так, подведение итогов за год. Всех, кто ждет, что я сейчас буду рассматривать какое-то оружие, могут смело закрывать это видео. А здесь я хочу сказать немного о прошлом, рассказать немного о будущем и выразить все свои благодарности, которые у меня, так сказать, накипели. В первую очередь я хотел бы выразить огромную благодарность группам социальной сети ВКонтакте, таким как Страйкболта образ жизни. Спасибо ребятам, они дали мне огромную площадку, где могу публиковать свои видео. Поначалу товарищ главный администратор Михаил меня пинал, говорит нам такого видео не надо, но потом видимо сдался и публикации моих видео стали успешными на этой страничке. Ну как сказать успешными, относительно успешными, так сказать, меня терпят все еще в этой группе. Также большущая благодарность ЕСГ, разумеется, ребята дали огромнейшую гигантскую площадку, самую большую социальной сети, где я могу публиковать безнаказанно свои видео и радовать вас, мои дорогие зрители. Огромнейшая благодарность таким партнерам, как Страйкбол, это игра друзей. Одни из первых, кто согласились на партнерство со мной. Airsoft календарь даже сами предложили вроде как свою площадку для публикации видео. Хороший паблик ВКонтакте, Страйкболь, Страйкболь, да, я правильно произнес это Страйкболь. Территория Страйкбола, большое спасибо за то, что публицируете меня в Одноклассниках. Российская Страйкбольная Ассоциация, недавно они подключились к моим выпускам, но и вам большущий такой респект. Если кого-то забыл, вы меня извините, просто я вот чисто всех не помню. Я попытался пробежаться по списку, но кого-то вот успел, с кем я плотно так общаюсь, того я занес. Вы уж извините, если кого-то прошел мимо. Но самая огромная благодарность я хотел бы выразить магазину, который находится в Санкт-Петербурге, благодаря которым, собственно, и стала возможна вот съемка всех этих выпусков, благодаря которым я смог добыть, а точнее они мне просто выделили абсолютно безвозмездно те привода, которые вы видели в этих выпусках. Начиная от самых фиговых, то что у них было, ну то есть не каких-то таких вот очень странных, настоящих дрищеганов, и заканчивая довольно такими качественными игрушками, ребята давали мне эти оружия абсолютно безвозмездно и ничего не просили взамен. Ну ладно, логотип, ладно, там ссылка, но это я уже сам предложил, давайте я буду ставить хотя бы какая-то благодарность вам. Вот, я не получал ничего взамен, они ничего от меня не получали взамен. В итоге вот такое вот сотрудничество, плотный такой конгломерат получился у нас, и весь этот год прошел практически только на материалах, которые предоставлял этот магазин. Магазин небольшой, я скажу вам, но есть на что посмотреть. Если у вас будет настроение, ну точнее оно у вас точно будет, особенно в новогодние праздники, зайдите, посмотрите, возможно вам что-то понравится, приобретите себе, так сказать, в пользование. На моем канале уже 3000 человек, кто-то снисходительно скажет, да, 3000 это не густо, но для меня они очень важные, и рубеж в 3000 я вообще намечал к концу года, ну в принципе так и получилось, но я где-то примерно 31 декабря рассчитывал перейти 3000. Но получилось на 2 дня раньше, и для меня это действительно самое настоящее достижение, потому что, ну, для меня эта цифра кажется вот как неподъемной, что ли, так можно сказать. Все это возможно стало не только тому, кто дает оружие, не только тому, кто публикует эти видео, но и очень плотной поддержки. Я сдружился с очень многими людьми, очень многими интересными людьми в мире страйкбола, узнал для себя очень много нового, получил поддержку от такого странного человека, как Дмитрий Рут, он же не диванный эксперт. Кстати, очень рекомендую заглянуть на его канал, делает качественные видео, которые мне нравятся. Также в течение этого года я связывался с таким классным чуваком, как бородатый страйкболист, респект тебе мужик. Мы даже с ним сотрудничали в одном из видео, если помните, рассматривали тогда ремни Долг 3М. Кстати, тоже чувакам привет, спасибо за предоставленные материалы и за то, что я смог снять тот выпуск про эти ремни и сам посмотреть, что это такое. В общем, огромный респект тебе, борода, держись, не сдавайся, снимай свои видео, у тебя качественный материал, говоришь, что ты явно лучше, чем я. Сдружился также с интересным человеком, как Виталий Вереск, он тоже ютубер, тоже снимает видео, качественные видео. Вот здесь ссылочка на его канал, как и, впрочем, и остальные всех ребят. Он делает обзоры о настоящем огнестрельном оружии, о тюнинге огнестрельного оружия. Это, ну, редко, но в основном, конечно же, это обмундирование. Он испытывает их, там, трет наждачкой, кирпичами, топит, сжигает. В общем, все делает для того, чтобы вызвать мой сердечный приступ. Учитывая то, что я набрать себе денежку на снарягу вообще никак не могу, а он просто берет их и ломает. В общем, тоже тебе огромный привет. Спасибо за то, что поддерживаешь меня, даешь идеи, даешь вдохновение. Ну, а самое огромное спасибо я, конечно же, выражу вам, мои дорогие друзья. Спасибо за то, что остаетесь верными зрителями. Кто-то подписывается, кто-то отписывается. Вот, ну, всех вас я все равно обожаю, уважаю. Максимально пытаюсь ответить на все ваши вопросы. Кстати, о вопросах они будут в самом конце. Помните, я как-то создавал пару топиков о том, чтобы вы мне задали вопросы. И, пожалуй, в этом видео я на них попытаюсь хоть как-то ответить. Самые мои дорогие, это именно вы, 3019 человек, которые меня смотрят. И, помимо этого, еще пару тысяч человек, которые не подписались на мой канал, но регулярно смотрят мои видео. Плюются, кидаются тапками, ну, также иногда радуются, смеются вместе со мной, иногда надо мной. Потому что многие косяки, которые у меня происходят в видео, они на самом деле косяки, а не что-то выдуманное или наигранное. Ну, так вот случается. Вот вещи ломаются, что-то взрывается, что-то оплевывает меня краской. Очень много интересных приключений. Потому что зачастую оружием, которое мне дают на просмотр, я загодя не пользуюсь. И поэтому без вас, мои дорогие зрители, эти выпуски вообще невозможны. Не знаю, кто посмотрит данное обращение. Я думаю, предполагаю, что это примерно 300 человек, ну, наверное, самых верных таких вот зрителей. Вам огромнейший респект. Вы мое ядро. Вы даже смотрите мои видео с путешествиями. Кстати, я очень хочу расширить этот контент. И начать записывать видео о путешествиях, интересных местах, о туризме. Я недавно так, годика-два, как увлекся туризмом. Хотел сказать бы спасибо за то, что ставите пальцы вверх, оставляйте комментарии, говорите, где я не прав, где я... Где я бываю прав, ну, разумеется. Иногда это случается, что я бываю прав. Вступая в Новый год, вступая в новый сезон моих выпусков, с полным багажом новинок. Со мной в сотрудничество вступила пара интересных магазинов, довольно крупных. Они все московские, но для меня они, вроде как, не жалеют материалов, на которые я могу снимать свои видео. Уже от первого полученные материалы. Я пока вам не сообщу, что это за материалы. Эти вещи очень интересные. И они разделятся на две категории. Это будут как дрищеганы, с чего мы, собственно, начинали. И я и хочу продолжить эту тематику. И довольно неплохой образец. Можно даже сказать, слегка коллекционный образец. На который я тоже буду снимать обзор. Также сотрудничество я сейчас остаю с несколькими более мелкими компаниями, выпускающими амунирование, защиту. Ну, в общем, что греха таить. В сотрудничество со мной вступили такие магазины, как Широмет. Такой магазин, как AV Tactical, Airworld. Но пока мы там трем, разбираем, каким образом мы будем сотрудничать. Возможно, мы о чем-нибудь договоримся. Также на праздниках я попытаюсь снять очень интересный обзор на тактическое снаряжение. У меня редко бывают эти видео, потому что в нем я абсолютно ничего не понимаю. И мне приходится штудировать очень много материала. Такой компании, как Icar Tactical, делающие реплики бронежилетов. Я вам скажу, очень качественные реплики, очень хорошая штука. Гиена Tactical выразила свою готовность выслать мне несколько образцов. Мы вроде как уже обговорили. И вот-вот они должны уже, собственно, поступить к нам на обзор. Ну, в общем, я походу растрындился. Растрындился неплохо. Костя, не обижайся. Я немножко спер твою стилистику. И, наверное, уложусь в те же временные рамки, что ты обычно делаешь видео. Я знаю, ты знаешь о моем существовании. Иногда даже смотришь мои видео. И даже, бывало, один раз комментнул. В общем, здорово, чувак. Вы знаете, о ком я говорю. Ну, а теперь перейдем, наверное, к самому вкусному, на мой взгляд. Это к ответам на поставленные мне вопросы. Я ничего не фильтровал. Отвечу абсолютно на все вопросы, которые мне были заданы, на которые я не ответил. Первый вопрос, который мне был задан под этими постами, был от Александра Маара. Я извиняюсь, если я неправильно назвал вашу фамилию. В общем, меня стоит просто понять и простить. Итак, вопрос. Как угрозило начать делать видео? Какие идеи были о возможной перспективе? Ну, видимо, какие идеи были о возможной перспективе? Ну, это, наверное, то, о чем я говорил. Вернутся ли тематические видео про армию шаров? Буду ли я ездить на выставки и снимать там? Как угрозило меня делать эти видео? Да вот как-то однажды я съездил на пару игр и возомнил себя огромным экспертом в мире страйкбола. Ну, собственно, как все начинающие игроки. И подписался на несколько пабликов. Это были первые паблики, это была Трещепедия. Это еще какая-то была группа такая мелкая. Ну, по тысячу, по тысяче две человек тогда было. Тогда, вот, это как раз те времена, когда первую Трещепедию закрыли. Вот, и открылась вторая Трещепедия. И, в общем, там выступали самые настоящие эксперты. И спор разгорелся о строительных очках, о защите глаз. Вот, кто знает, мои первые видео были именно по этой тематике. На тот момент, каким-то волшебным образом, у меня в квартире образовалось два привода. Это был Г-36К, карабин от Classic Army. Л-К-85, которая не работала. И даже был АК от Tokyo Marui. Или, я всегда неправильно произношу это название, от Tokyo Marui. Во, а теперь вот правильно, наконец-то. Прошло всего лишь три года, и я начал правильно произносить Tokyo Marui. И тогда пришла идея в голову. Я схватил камеру, которую купил недавно. Для каких целей, я так и не помню. Залез на свой балкон, и давай, стройте себя эксперта. Вот, посмотрите. Вот, стреляю 150 метров в секунду. Очки не пробиваются. Вот, смотрите, 120 метров в секунду. Очки не пробиваются. Все, респект, все нормально. Но я не учил одну единственную штуку. То, что эти вещи, с которых я стрелял по ним, были крайне сильно изношенные. И поэтому очки выдержали. Вот. Я был крайне неправ. Но это было первое видео. Так сказать, проба пера. Через час после того, как я выложил это видео, начали смотреть. По-моему, человек 10 меня посмотрело. И меня это взбудоражило. Мне это понравилось, черт побери. И я побежал снимать сразу второе видео. Опять на тот же самый пресловутый балкон. Где снял второе видео о вторых очках. В принципе, тоже самая тематика. И пошло-поехало. Ну, после этого, конечно, все затухло. Потом опять все вернулось. Ну, в общем, тяжелая история. Какие идеи были и... Какие идеи были о возможной перспективе? Ну, какие идеи были? Вот, что нашел, то, собственно, и снимал. Больше никаких идей, собственно, и не было. Вернутся ли тематические? Да, безусловно. У меня уже в голове созрело несколько образов, по которым я буду снимать тематические выпуски. Они будут, скорее, не полностью тематические, они будут смешанного характера. А тематика будет, скорее, как просто вклейки, наверное, в эти выпуски. Я максимально буду вписывать туда информативность по этим предметам, которые буду рассматривать. И добавим только юмора и артистичные игры. Буду ли ездить на выставке? Ну, как вам сказать? На выставке, если будет такая возможность, то обязательно буду ездить. Если они будут проходить в Питере, и у меня будет время, и я не буду ленивой задницей, то обязательно съезжу. Я очень хочу попасть на один из страйк-конов. К сожалению, сейчас он будет проходить в Москве, и у меня нет возможности туда выбраться. Ну, потому что я старый жит, а у меня ипотека. Что-то я затянул с этим вопросом. Давайте поехали дальше. Почему все-таки воздушные шары? Задает вопрос Олег Суботин. А почему нет? Это же вообще самые страшные враги, которые могут существовать на этой планете. Как вскрыли двери нашего убежища, так понесло, поехало. И они как ветром надуваются сюда, понимаешь? Они атакуют нас. И, собственно, они страшные, они скрипучие и резиновые. Но, на самом деле, все очень просто. Пожалуй, это один из предметов, который можно купить за копейки, который легко разрушить. То есть, когда я начал стрелять по бумажкам, по банкам, мне это не впечатляло. Мне хотелось чего-то, чтобы разрывалось, что-то более эффектное, более смотрибельное было. И тут пришла идея, это воздушные шары. Да, по-моему, это самая такая вот респектная штука, которая могла мне попасть на глаза. Ну, после этого, конечно, появились стаканчики, точнее, маленькие рюмочки. Они тоже разлетались все здорово, но по ним чертовски трудно попасть. И к ним нужно какой-то наполнитель таскать, для того, чтобы это было эффектно. А сейчас вот у меня появились тарелки. Почему тарелки? Потому что в них остаются приятные дырочки, красивые, и очень хорошо видно попадание. По ним классно судить о кучности. Если поставить металлический, и бам-бам-бам, будет столько слышно, что попадает. А тарелка покажет, где отверстие. Так что так. Иван Шумских спрашивает, почему тематика контента именно Fallout? Fallout. Fallout, потому что я с упоением играл во вторую часть. Когда у меня был Pentium 200 MMX с 16 оперативной памяти, 16 мегабайт оперативной памяти и 2,1 гигабайта жесткого диска, Fallout, пожалуй, единственное, что могло влезть полностью предустановленное на мой жесткий диск. Все остальное занимала операционная система, какие-то музыкальные файлы. Ни одного фильма там не было. И он чертовски долго грузился. Но игра была потрясающая. Она просто оставила несгладимые впечатления на мою жизнь. И как и, собственно, игра Агония Власти, Jagged Alliance, по-русски она называлась Агония Власти, тоже так же оставила несгладимые впечатления. Поэтому музыку из этой игры я тоже использую. Использую постоянно. Так сказать, дань памяти данному проекту. Это были потрясающие игры. И мне хотелось немного хотя бы зацепиться за эту тематику и погрузиться в этот внутренний мир. А еще я просто сидел на работе и решил сделать себе патчик, картинку, лейбл. И ничего лучше не нашел, как вал боя с дробовиком. Тут понесло все, поехало. Поменял цвета, нарисовал ему бронежилет, нарисовал кружок, написал ваут. Ваут. Думаю, ну убежище. Убежище. Что у меня может быть. Ну сначала написал две семерки. Потом понял, что ваут 77 уже существует. Думал, может поприкалываться, там, ваут 69. Ну тоже проект существует. Причем вконтакте этот проект существует. Это дрищепедия. У них адрес ваут 69. Если вы не обращали внимания на это. Потом думаю, нужно какое-то число. И на самом деле я не изучал историю убежища. Не знал, что их всего, по-моему, 121 или 123 штуки игрой было предусмотрено. И я тупо взял номер своего дома, в котором прожил 20 лет. Этот номер дома 151. И поэтому все жители, которые живут в нашем убежище, живут в 151 убежище. Живут у меня дома. Денис. Вот тут я смотрю, Денис Субботин. Не знаю. А, вот. Дальше меня спрашивает Денис Субботин. Какие типичные поломки большинства распространенных приводов и способы ремонта в поле? Ну типично что? Например, у тех же ЦИМ. Если пластиковая камера хопа, бывает загибаются эти края у камеры. Хотя подождите, нет, не у ЦИМа, это у Ди Бойза пластиковая камера. И бывает, просто шар тупо не подается, застревает. Как? Берете нож и немножко эти края подровнять. И дальше пиу-пиу-пиу. Да вообще, может быть, где-то еще в пластиковых хопах есть такая проблема. И я, к сожалению, не встречался. Вообще сам оперировал в жизни только ЦИМой, Ди Бойзом, Токио Мурай или Маруй. Маруй, да, опять же. Опять это ошибка. Вот. Ну и Маруй им недолго, потому что у меня сперли этот автомат. Там была, в общем, такая запутанная история. И вот это, наверное, была поломка, которая была характерна для Ди Бойса. Потом, что еще? А, часто, часто просто тупо отрывается проводка плохо припаянная. Ну, тут тоже в полях никак не решить. Тут паяльник нужен. Ну, либо скрутинг и изолентинг, опять же, вам поможет. Я, наверное, сейчас бред несу. Эксперты, механики скажут, да что несет, блин? Ну, а, вот, кстати, ЦИМовские механы иногда бывает клинят. Ну, тут проблем никаких. Очень острым предметом протолкнуть шар. Или хорошенько ей бабахнуть. Ну, то есть, обо что-нибудь ударить. Смотрите, не сломайте. И шары фонтана высыпятся. И можно опять заряжать. Ну, конечно, рекомендую их почистить и силиконом залить. Вообще, можно очень долго рассуждать о всяких поломках. Поставало. Вообще, для того, чтобы у вас никаких проблем в полях не случалось, чаще проводите ТО своих приводов. Вот. А лучше отдойти специалисту, только нормальному проверенному специалисту, который посмотрит, скажет, что вам надо, что надо сделать. И тогда у вас проблем никаких, собственно, не будет. Ну, и следите за своим приводом сами. Чистите его иногда хотя бы от пыли, грязи. Тряпочки протрите силиконом, пройдитесь там, где надо. В общем, он, как и огнестрел, наверное, требует ухода, ласки. Тут же Денис Субботин меня опять спрашивает. Тьфу, типа не то. А, он, оказывается, не то спросил. Ну, ладно, я все равно ответил. Почему такой радостный смех, когда взрывается граната? Почему шары и почему у убежища такая скребучая дверь? Ну, почему радостный смех? Кто не радуется салютом, кто не радуется взрывом? По-моему, это естественная реакция. Когда вот что-то бахает рядом, вызывает какой-то странный восторг, прилив адреналина. И да, вызывает банальную радость где-то на уровне подсознания. Громко. Круто. Почему вот такая скрипучая дверь? Ну, не смазывали. Давно закрылись. Вот, сказать. Только-только открылись. И вот она и скрипит. Обязательно смажу силиконом. Будет все окей. Нормально будет. Поверь мне. Ну, а почему шары? Я уже ответил. Это мои злейшие враги. Вот потому и шары. Александр Маар опять меня спросил. Да что ж такое? Все те же люди меня спрашивают. Ну, ладно, спрашиваем, отвечаем. Буду ли я расширять контент канала? Да. Контент канала будет абсолютно точно расширен. И расширен он довольно глубоко. Я буду рассматривать как снаряжение, так и привода. Я не зациклился на одной ЦИМе, не зациклился на одном КЖВ. У меня сейчас в меню будут абсолютно разные производители. Единственное, что я, наверное, не буду часто повторяться по видам приводов. То есть, если я рассматривал АК-74С от ЛЦТ, то я не буду уже рассматривать его, например, может быть, от елки. Я возьму какую-нибудь другую модель похожую, например, АК от той же елки, но в дереве. Много будет интереснее видеть. Хотя тоже все познается в сравнении. Но пока я не переберу все виды оружия, наверное, я повторяться не собираюсь. Потом, что еще помимо снаряжения? Защиту будем рассматривать обязательно. Будем проводить испытания. Я думаю, ребята с шарометом не помогут предоставить несколько защитных очков, которые я буду стараться разнести. Как взрывом, так и винтовками с разными скоростями, с разными шарами. В общем, посмотрим. Дело только начинается. И контент, разумеется, будет расширяться. В том числе, кстати, будет материал о походах, о каких-то лайфхаках в походах. То есть, как разжечь огонь с помощью кирпича и мотыги. Ну и тому подобное. Как добыть тушенку, воюя с бобрами. Как зарезать рыбу, имея под рукой только зубочистку. Ну, в общем, все в таком же духе. Не обещаю, но я постараюсь этот проект замутить. 151-е убежище. Почему 151-е убежище? Это меня спрашивал Михаил Поршнев. Михаил, я уже ответил на этот вопрос. Если вы пропустили его, можете слегка отмотать назад. Там я говорю, что 151-е убежище, это есть не что иное, как номер моего дома. Иван Межуев меня спрашивает. Какая самая лучшая пушка, по твоему мнению? Из тех, на которые ты сделал дрища-обзор. Во-первых, ребят, давайте договоримся так, что я хочу уйти от этого слова, как дрища-обзор. Оно слегка не камильфо и слегка вульгарно, мне кажется. Я понимаю, что это уже как визитная карточка моего канала. Но многие уже ребята его копируют, в плане того, что само название. Если в поисковик забить, то там много самых разных видов дрища-обзоров именно. И потому я хочу честно избавиться от этого понятия, как дрища-обзор. Но суть от этого-то не меняется. Будут они, будут, обещаю. Да, именно на странные пушки, странные даже игрушки вполне возможно. Вот, так вот, ближе к телу. Какая, по-моему, мне не лучшая пушка? Из тех, что я щупал. Ну, из тех, что я щупал. Мне очень понравился Г-36 ЦВ от Умарекс. Умарекс, Умарекс, Умарекс. Классная штука. Вообще, я остался от нее в восторге. Единственное, что Г-36 мне не камильфо по эргономике. То есть, он мне неудобен тупо. Но эта пушка была классная. Почему? Ну, там, можно поменять пружину быстренько. Можно, не знаю, там, у нее скорость хорошая. У нее отдача прикольная. Ну, то есть, электроблоубэк, конечно. Но он ощутим. То есть, я чувствую, что мне в плечо дает. И это, блин, чертовски приятно. Да, пожалуй, наверное, это будет лучшее, что я держал в руках. И хотел бы даже иметь. Но Г-36, к сожалению, мне не подходит. Если бы такая же история случилась бы с АК. И вот у нее то же самое было по функциональности. То, наверное, я бы остался в восторге. Ну, а если по выносливости, по эргономике. То это К-74, ЛЦТ. Разумеется, у них качественные материалы, качественная сталь, качественная сборка. По внутрянке говорят, что немного слабовато. Хотя новые поколения именно этой продукции очень даже ничего. Так что мой большой палец вверх. Именно АК-серия от компании ЛЦТ. По сути дела, во всех пушках, которых я держал, есть свои плюсы, есть свои минусы. Почему Орес и Токио Морой дороже ЦИМа? Или я не знаю. Ничего в голову не приходит. В общем, такой вопрос поступил у меня от Александра Александровича. Александр Александрович, я вам скажу, что Ореса я не знаю. Вот, честно говоря, никогда не держал. И вот, пока не прочитал ваш комментарий, честно говоря, даже не знал о существовании данной компании. Я обязательно изучу этот вопрос. Попробую найти образцы данного оружия. Точнее, страйкбольного оружия. И после этого, возможно, у меня будут какие-то представления об этой продукции. А Токио Морой, ну, Токио Марой, простите, потому что, ну, уж это Япония. Вот, все, что я когда-то покупал японского, начиная от фотоаппарата, заканчивая вот этой вот мыльной видеокамерой, оно потрясающего качества. То есть, они отвечают за то, что они делают. Я уверен, что они бы с удовольствием дали бы пожизненную гарантию на свою продукцию, потому что она работает на свои деньги. Ацима, 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 Ацима это Китай, это массовое производство, дешевая рабочая сила, дешевые материалы. И абсолютно точно я вам скажу, что это лотерея. Это одна огромная лотерея. Если АК серия гирбокса, третья серия, это еще вроде как ничего, то есть, там есть какие-то свои недочеты, люфты, бла-бла-бла-бла, то вот МП-5 серия, это откровеннейшая лотерея. То есть, вы берете пушку, и в течение пяти дней ее надо нещадно использовать, ну, как-то проверять ее. Вот, если она вам откажет, нести ее обратно, конечно же, в магазин, потому что она может сломаться. А бывают моменты, когда ее купишь, и она тебе просто, блин, хоть на износ, хоть, не знаю, хоть кирпичи и кали, и с ней ничего не происходит. Вот, наверное, поэтому и китайская продукция, она дешевле. Ну, так скажем, не дешевле, а доступнее для нас, таких простых смертных, как вы, я и другие ребята. Как отношусь к ЛЦТ? Ну, как я отношусь к ЛЦТ? Довольно позитивно. Почему нет? По сравнению даже с нынешними ценами, ЛЦТ не так далеко ушла от ЦИМа, ну, именно по стоимости. И считаю иногда, что стоит переплатить однажды, чем мучиться и делать это дважды. Потому что, как из ЦИМы можно сделать хорошую вещь, вложив в нее столько же стоимости, за сколько вы купили, так и ЛЦТ, она уже изначально неплохая вещь, но если вы в нее вложите еще чуть-чуть, то у вас получится практически неубиваемый ган, в котором вы пробегаете, пока он вас просто не задолбает, просто тупо, не надоест. Так что, мое отношение к ЛЦТ довольно позитивное. Почему нет? Да, я хотел бы себе приобрести какую-нибудь игрушку именно от этой компании. Почему? Потому что... Ну, потому что это, наверное, стильно модно-молодежно. Да нет, на самом деле, не стильно модно-молодежно, а именно потому что, у них хорошая внешка, она мне очень нравится. И материалы, которые они делают, и материалы, из которых они это все делают, они более высокого качества. Там нет этого поганого силумина, который колется. Бывает колется на морозе, ну, бывает... В общем, вы все знаете, коли у вас была когда-либо ЦИМа. И, боже упаси, ДиБойс. Ай-ю! Так, а этот вопрос мне задавал Дмитрий Батюшев. Вот, или Батюшев. Извини, если неправильно назвал такую фамилию. Следующий вопрос поступил у нас от Джека Хаммера. Джек Хаммер. Классная пушка. Достать бы ее на обзор, Джек Хаммер. В общем, наш постоянный, точнее, мой постоянный читатель задает такой вопрос. А, читатель ли? Вроде как смотритель. Нет, смотритель это я. Тогда зритель, точно, зритель. Именно так. Всегда интересовала, сильна ли разница в дальности у страйкбольных 74-х и укороченных версий. Ну, без вопроса тюна, конечно. Скажу сразу, я слегка некомпетентен в этом вопросе. Но давайте рассмотрим элементарную физику. О том, что чем длиннее ствол, тем, собственно, быстрее выходит шар. Следовательно, он летит более прямо и разброс его, разумеется, меньше. Это как-то очевидно, по-моему. И я знаю, что если, например, будет слишком длинный ствол, то можно усугубить, наоборот, положение. И скорость значительно упадет, как и, собственно, меткость. Все за счет образования воздушной подушки перед шаром, выходящим из ствола. Он ее просто тупо тормозит. Ну, а так, учитывая того, что эффективная дальность и вообще все бои происходят на максимум 30-40 метров. Это максимум, это предел. Это просто считай на излете, как прррррррррррррррр. То я думаю, что особой разницы у 74-й тоже Ксюшки и стандартной 74-ки будет не столь значительно, как, например, у реальных версий. Ну, потому что разные расстояния. А все-таки страйкболл – это игра для ближнего боя. Нет. Ну, в общем, я слегка некомпетентен в этом вопросе, к сожалению. И вам точно сказать об этом не могу. Не буду строить из себя диванного эксперта. Но я думаю, что разница будет не столь значительна. Учитывая того, что у той же 74-ки и у Цимы выход 130 метров в секунду, у Ксюшки 120 метров в секунду. Но, думаю, нет. Разница будет небольшой. Единственное, что я вам скажу, что вот я испытывал Ingram. У него 100 метров в секунду и было нечто более длинноствольное. Сейчас уже не вспомню. Тоже стрелял довольно шустро. Я вам скажу, что Ingram плевался жутко. То есть у него был разброс огромный. Вот если тем приводом, который более длинный ствол, можно было попасть 20 метров в мишень с ладонь, и причем вы останетесь в рамках этой мишени, то Ingram заплюет все вокруг, короче, и даже если повезет мне, пумпончик может сбить. Хотя вы будете целиться вот именно сюда. То есть длина ствола, это отнюдь не легенда, а довольно такая штука, на которую стоит обратить внимание. Не зря же, блин, половина игроков ставит себе удлинители стволиков и прячут их ПБС-ками. Значит, на что-то это все-таки влияет. Как на скорость выхода шара, так и на кучность вашей стрельбы. Антон Тарасов. Дмитрий, можно приобрести у вас вашу гранату поролоновая самопалка, ну или поролоновое чудо? Лицензии на данное изделие я получить так и не смог, к сожалению. Посему скажу, что легально вы купите ее у меня не сможете. Ну, мы с вами договоримся, пишите в личку, если что. Да ладно, я шучу. Конечно нельзя, не, нельзя. Пиши в личку. Так, Федор Агатсума спрашивает, с чего лучше начать дрищу? С пистолета, АЕГ или дробовика? Со снайперской винтовки. Сразу понять, нужен вам страйкбол или не нужен страйкбол. А теперь серьезно. На самом деле, начинайте, конечно же, с АЕГ. Пистолет это всегда вторичное оружие, либо для плотных боев в рамках CQB. Ну, или специальные форматные бои, пистолетки. Дробовик, к сожалению, практически неиграбельное оружие. Ну, в плане того, что на открытых пространствах, на дальних расстояниях, те же Цимовские, Дабл Игловские и ему подобные дробовики, у них максимум выход шара это 90 метров в секунду. Причем с нерегулируемым хопом. И за 10-15 метров шар уже уходит вниз и сниспадает. Особенно, если вы используете тяжелые шары, а, к примеру, не те же 20-ки, которые сдувают ветром, то шары летят недалеко. Поэтому дробовик, я думаю, в этом плане бесполезен. Но если вы играете на закрытых площадках, то дробовик самое то. Не батареек, ничего не надо. Даже если он просто спринговый, это классная штука. Сам пользовался, сам знаю. У меня у самого куча шеллов. К сожалению, дробовика пришлось избавиться для того, чтобы хоть как-то двигаться дальше. Но скажу вам, классная штука. Интересно было бы, конечно, посмотреть, что представляет уральская кузница. Я думаю, скоро у меня появится такая возможность. Да, да, вы не ослышались. В мои руки тоже попадет дробовик уральской кузницы. И мы посмотрим, что из себя они представляют. Настоящая дикая антуражная штука, которая должна принести массу удовольствия. И пустые карманы в плане того, что распыляя, наверное, все свои шары, которые у меня есть. У меня их, к сожалению, немного. Иван Шумских. Имеет ли смысл использовать защиту помидорок? Ну, помидорки надо всегда хранить в тепле и не давать им застыть. Как минимум, надо что-то с начесом. Это минимум. Но по саджу, если говорить, смотря, что вы имеете в виду помидорки. Если вы имеете в виду задние помидорки, то защита не нужна. Это мягкое тело. Это мягкая масса, которая выдержит любое попадание. Будет ой-ой-ой, ай-ай-ай. Но оставит синяк. Но при этом зачем их защищать? Если вы имеете в виду все-таки не помидорки, а колокольчики, то тут дело выбор каждого. В принципе, на полигоне можно как упасть неудачно, также можете, я не знаю, нарваться на что-нибудь неудачно. Попасть вам могут, но за сколько вот игр я провел за эти два года, ну, то есть поиграл сам, мне ни разу не попадало. И защиты никакой не использую. Кроме штанов, разумеется. Командор Russian, товарищ русский командор, меня спрашивает. Автор защиту на шары ставь. Антоник катит уже, когда с первого выстрела жахают. Вы издеваетесь? Их орды. Их очень много. А я еще и должен их снабжать защитой, для того, чтобы их еле-еле отстреливать. Вы сами-то подумайте, что вы говорите-то, собственно. Если они уж такие... Если уж они захотят, то... Если они хотят, то пускай на меня не нарываются, и будет им счастье. Иван Шумский. Сколько лет автор играет в страйкбол? Как начал? Это было давно. Я еще даже не знал такого названия, как страйкбол, тем более аэрсофт. Это было в городе Одессе. Я отдыхал у родственников. И нас повезли на ночной рынок. Так называемый толкушка или толчок. Я вот не помню. И там я увидел первый привод, который захотел. Тогда это была просто игрушка. На данный момент она тоже бы считалась игрушка. Но, насколько я знаю, в тот момент в Российской Федерации и в Украине не было того понятия, как привод. Все пылялись спрингами. Я вам скажу, это было 15 лет назад. Мне было либо 14, либо 16. Ну, примерно в таком возрасте, когда мне достался 6-миллиметровый привод на спринге. Он был похож на какой-то дробовик. Шарики засыпались сверху через прицел, якобы, который должен был выполнять функцию прицела. Его часто заедало. Шарики все были шершавые. В общем, то еще говнище было. Играли мы, разумеется, без очков. Понятия защиты тогда еще у нас отсутствовало в голове. Детишки 13-14 лет. И я, может быть, чуть постарше, пылялись во дворе этими шариками. Вот я мог себе позволить их приобрести много. У меня были маленькие такие желтенькие шарики, упаковочки. Обаумно то ли по 50 штук, то ли что-то такое. И мы пыляли. И помню первое возмущение зажатого парня в подъезде, когда я поливал его бесщадно, все остальные стреляли, экономили эти шарики. Потом с пола поднимали и опять ими играли. И этот на меня кричал, ты чего, говорит, стреляешь с меня так много? Ну, в общем, так началась эпоха страйкбола. Ну, разумеется, как он только сломался, я о нем забыл. И серьезно начался страйкбол тогда, когда меня друзья повезли на... Тогда, когда друзья повезли меня на игру за денежку. То есть я заплатил 1000 рублей за привод. Сейчас скажу какой. Вы сейчас будете ржать, что это был за привод. Это был МП-40. Я не знаю, какой фирмы абсолютно, но это была классная штука. Потому что тот Г-36, который потом пришел мне в наследство, которым я играл, даже успел немножко поиграть, пришел в негодность. У него то ли сдох аккумулятор, то ли не зарядился, то ли что. Вот, мне дали МП-40. Блин, я получил настоящее удовольствие. Нас было человек, наверное, 20 максимум. Нет, даже меньше, где-то около 10 человек. На каком-то полигоне странном. Помню, там были горелые БТР и что-то такое. Отыграл, и мне дико понравилось. Я решил, что вот оно, вот чем я хочу заняться по воскресеньям, по выходным. Я начал к этому постепенно идти. Год прошел. Появились у меня распоряжения, те пресловутые АК, Г-36. Я начал слегка поигрывать. Очень редко. Потому что я не знал, куда податься, с кем играть, где игры организуются. Я начал изучать в социальной сети. После этого пошли вот эти вот мелкие обзоры. Потом на год меня кинули, у меня отобрали все. У меня не осталось ни одного привода. Год я пропустил. Потом, более-менее, как все вернулось, у меня появилась ЦИМК АК-74. Тут уже начали развиваться обзоры. Обзоры хорошо пошли. Ну и начал я поигрывать. Ну и пришел пока к этому результату. Сейчас я выезжаю на игры редко. Но отрываюсь, как говорится, по полной. Вот. Как-то так. Дмитрий Рут. Он же не диванный эксперт. Меня спрашивают, доколе? Ну, доколе. Наверное, доколе Баскова. Пока вот ночной огонек не начнется. В общем, по САБЖу, пока последний зритель от меня не отвернется, наверное. Или пока вот я вот буду способен и пока мне будут давать приводы, наверное, я буду этой фигней заниматься. И буду тебя раздражать, дружище. Федор Агатсума. Федор Агатсума. Федор Агатсума. Мне задает такой вопрос. Дрища обзоров теперь не будет больше? Вот прям, чтобы... Прямо как нищебродские строительные очки, привода, сущие копейки, гранаты из говна и палок дымы, из неваляшек. Эта тема себя не исчерпала. Нет, эта тема себя не исчерпала, разумеется. Но привода такие доставать крайне сложно. Вот в моей жизни было всего два таких странных привода. Это СИГ-552, команда от компании Умарекс, который выдавал, не знаю, там метров 20 в секунду, 30 в секунду. И ЦИМовский МП-5. Это были просто эпичные штуки. Вот это игрушки. Давайте согласимся, что это были просто игрушки. Но они были настолько эпичные, что... Да, будут. В общем, мой вопрос... Вопрос закрывается. Да, будут. Будут строительные очки. Обязательно я буду закупать строительные очки и испытывать их. Доказывать вам, что не стоит их использовать. Несмотря на то, что я когда-то в первых выпусках говорил о том, что... Да, пользуйтесь, все нормально будет. Ни в коем разе не вздумайте использовать строительные очки на игре. Вот. И я вам это докажу. И думаю, я это неоднократно вам еще докажу. Ну и... Не знаю, если я достану какие-то самоделки, самопалки... Тоже, наверное, будут. Если вы хотите показать какой-то дрищеган, то не стесняйтесь, пишите. Мы как-то договоримся. Если вы в другом городе, возможно, я даже оплачу... Эээ... Если вы в другом городе, я могу даже, может быть, оплатить пересыл тупо. Вот. И даже вернуть вам его обратно. Почему даже? И вернуть вам, разумеется, его обратно, если он вам нужен, конечно. Кстати, кто хочет, могу подарить свою МПХу, которая выдает 10 метров в секунду, которую можно стрелять в ладошки. В общем... Так. Будут ли обзоры на Радейки, например? Знаете, в этом вопросе я вообще ни хрена не понимаю. Если я что-то вычитаю и достану, например, те же Kenwood или, как там, ByFoyang, то почему нет? Хотя, что на них делать обзор? Из чего он сделан? Какие там кнопки есть? Какие частоты? Какие эти... Тут даже не испытать, даже ими не пострелять, даже ими во врагов не покидаться. Ну, какой в этом смысл? Я что-то немножко не улавливаю от этого. Вот. А в принципе, если хотите, то могу посмотреть, потыкать. Сказать, вот офигенная штука или вот говно штука. Вот и все. Этот также спрашивал, кстати, Федор Агатсума. Никита Петров меня спрашивает, будут ли обзоры на дрище-снарягу? Будут обзоры на снарягу, на хорошую снарягу, на нормальную снарягу. Думаю, что я у кого-нибудь добуду какую-нибудь жуткую штуку. Я, кстати, могу обзор сделать на свою эту фигню, которой я точно скажу, что это дрище-снаряга. То есть, это какое-то чудовище на системе моля, в которой я бегаю. Вот, она тонкая. Легкая. И она, не знаю. Вот единственное, что я не знаю, какого она производителя и сколько она стоит. Но вроде как ее оценивали на глаз. Пацаны, ну, в районе 3-2 тысяч за одну только основу. Я даже был слегка удивлен и поражен. Так, и последний вопрос на сегодня. Это Александр Шатохин задается вопросом, а зачем катана и номер от машины с собой на полигоне? Вот об этом я вам расскажу в течение новогодних каникул. Обязательно смотрите выпуски и я вам обязательно скажу, зачем нужна катана. Зачем нужна катана на полигоне? Да, это такая вот легкая затравка на следующий сезон. Смотрите в следующем сезоне. Ну вот, вопросы закончились. И начинается самая торжественная часть. Наверняка вы уже делаете салатики. 10 человек досмотрели это видео до конца. Это в общей сложности, возможно, всего 10 человек начали смотреть это видео. И посему я хочу поздравить вас всех с наступающим 2016 годом. Спасибо за то, что вы являетесь зрителями моего канала. Спасибо за то, что вас больше уже 3000 человек. В общем, в наступившем году хочу пожелать вам, чтобы вы были прежде всего здоровыми. То есть, будь здоровья, будь все остальное. На самом деле, поверьте моему слову, поверьте моему опыту. Здоровье это самое главное. Если вы зимой играете в страйкбол, надевайте теплые вещи. Берегите себя, берегите своих близких. Потому что дороже никого в этой жизни у вас, возможно, никогда и не будет. Хочу вам также пожелать всего самого наилучшего в 2016 году. Пожелать нашей стране успехов. Всем жителям страны благосостояния. Несмотря на то, что нас все давят. Несмотря на то, что мы все такие плохие в глазах всего мира. Я надеюсь на то, что в 2016 год будет показательным. И то, что у нас все наладится. На самом деле, курс доллара упадет. И будут давать 36 долларов за 1 рубль. И все у нас будет офигенно. Поверьте мне. А на этом у меня все. Или почти все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Не знаю, у кого хватило просто терпения досмотреть его до конца. Вот тебе, именно тебе. Огромнейший респект. Всем увидимся и пока. С Новым годом. И тут должны быть куранты. Пока.